Дурацкое пишем, да? Хорошо. Ну, все время же быть серьезными. Добрый день, дамы и господа. Да ешки ты ж матрешки ж. Но князь Борис, мужчина, видимо, кроткий духом, заявляет о том, что он не начнет братоубийственную войну, что он признает святополка великим князем и готов ему служить. Дружина подумала, ууу, князь-то у нас размазня, с таким много каши не сваришь. Дружина покидает князя Бориса. Бурундая. Бурундая. Курим су, блин. Запутаешься в этих татарах. Самса, курим са. Лекция, скорее всего, у нас раз... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Пауза. Что-то у меня нос чешется вообще со страшной силой. Чуть было не чихнул в камеру. Хотя, конечно, можно было, наверное, и чихнуть. Все бы посмеялись. Надо сказать, что правление Всеволода... Да, господи, почему же он Всеволод-то, а? Ну, елки-палки. Если ты женился на холопе или холопке... Прошу прощения, не очень хорошо прозвучало так. Вот проженить не будет. Сейчас еще раз точнее запишем. Более политкорректно. В историю это государство вошло с династией Гедеминовичей. С 1316 века уже с 14... С 1316 века, блин. 1316 век. Вообще, надо сказать, что архитектуре князь Владимир придавал очень большое значение. Почему он князь Владимир, если он Андрей? Владимир был его дед. Сдается, мне придется переписать. Этот самолет уже после войны активно использовался в народном хозяйстве для опыления... Да, елки-палки, блин, еще разочек, все-таки ерунда какая-то. Не так... Распыление. Распыление, да. Для распыления полей. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ох, охонюшки. Так хочется похульганить. Но нельзя, нельзя, нельзя. Мы серьезный исторический канал. Продвигаем культуры в массы. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok